Украденные с лестничной клетки не пристёгнуты велосипеды, похищенные с огорода чугунный казан. Относительно спокойной недели выдался у сотрудников правопорядка. Обратили на себя внимание лишь несколько случаев. Так, в ноябре молодой саровчанин разместил на всем известном сайте объявление о продаже своего старого ВАЗ-2115. 24 ноября состояла встреча с покупателем, к слову, приехавшим из другого города. На территории КПП номер 3 гражданин передал документы и автомобиль ранее неизвестному лицу. Гражданину К, который до настоящего времени не передал денежные средства за приобретённый автомобиль, а также паспорт на транспортное средство не вернул. Новый владелец говорил, что он из Кулебак, однако в местном отделе ГИБДД про него ничего не знают. Машину нигде никто не регистрировал. Ещё один случай произошёл на улице Западной в одном из частных домов. Саровчанка обратилась в полицию с жалобами на своего бывшего сожителя. Её бывший сожитель, гражданин Ша, 83-го года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобиль, принадлежащий заявителю Део Матис, а также металлическую дверь забора. Как выяснилось, между бывшими сожителями произошла ссора. Ещё один автомобиль повредили ночью на улице Московской. Машина была припаркована по правилам, однако утром её владелец обнаружил сбоку царапины. Пять ДТП с материальным ущербом и одна авария с пострадавшим произошли на дорогах города на минувшей неделе. Водитель 62-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2109, на нерегулируемом перекрёстке неразначенных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, то есть выезжая с примычки на Варламскую дорогу, не уступил дорогу автомашине Сузуки под управлением водителя 49-го года рождения, которая двигалась по главной дороге. Водитель Сузуки получил ушибы рёбер, после осмотра врачами отправился домой. А вот виновник аварии, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения. Это уже девятое ДТП в этом году, которое произошло по вине пьяных водителей. За весь прошлый год таких аварий было семь.